СМЕЛОСТЬ Олимпийского резерва номер 3 города Бреста. Амбициозные молодые люди не собираются уступать сильным противникам. В планах у них только первые места. Я принимала участие очень много раз. Я ездила за границу. Недавно с Литвы вернулись. Только вчера привезла серебро-бронзу. Всего нашел бы 8 медалей. В планах Олимпийские игры, как у всех, я думаю, тут собравшись. Занимаюсь уже три года. Я решил принять участие, потому что я долго готовился. Республиканский турнир по фехтованию в 33-й раз собирает юных спортсменов на Брестской земле. И уже первый соревновательный день показал силы белорусских фехтовальщиков высоки. Точно так же, как и их воля к победе. Помимо всего, для каждого участника состязаний огромная честь выступать в турнире, посвященном памяти героев обороны Брестской крепости. Ведь это дань истории, проявление уважения к предкам. Это дань традиции, дань уважения к нашим предкам, которые защищали в свое время нашу страну от врагов и своей кровью обеспечили детям сегодняшнее светлое будущее. Поэтому мы из года в год воспитываем патриотическое отношение к воспитанию детей и уважение к старшим. Сильнейшие молодые фехтовальщики нашей страны смогли сегодня показать уровень своей подготовки, посоревноваться с не менее сильными соперниками со всей Беларуси, побороться за главный приз. Завтра им предстоят поединки со спортсменами из России, Украины и Литвы. У брестских болельщиков есть все основания полагать, наши спортсмены смогут завоевать. Не одну награду. Как отметил главный судья турнира, шансы на победу брещан довольно высоки. Если брать вот этот возраст, который сегодня аффектует 98-й год, у нас очень высокий уровень. Мы поэтому возраст выигрывали, соревнования республиканские, общекомандные. Я думаю, что кто-то из наших ребят здесь должен и выиграть соревнования. Я думаю, что и пару человек, даже не пару, может 5-6 человек могут находиться у нас на пьедестале здесь оказаться. Соревнования три дня будут проходить, там 6 видов, 3 женских, 3 мужских. Я думаю, что у нас будут медалисты и победители. Сегодня фехтование – один из самых популярных видов спорта. Заниматься им мечтают многие. Но только сильные духом люди, способные выдерживать серьезные нагрузки, умеющие просчитывать каждый свой шаг, продумывать стратегию борьбы, могут достичь каких-либо результатов. Фехтование, я сказал бы, что он воспитывает очень благородные качества в человеке. То есть, это не только умение постоять за себя, это то, что фехтовальщики в бою стоят лицом друг к другу. Это значит, и в жизни они никогда, наверное, спиной не повернутся. Конечно, все эти качества могут появиться у человека со временем, благодаря кропотливой работе. Главное в этом деле – вовремя прийти к опытному наставнику. В Бресте таковых немало. И ни в коем случае не стоит сомневаться, все приложенные старания в дальнейшем непременно будут вознаграждены. Продолжение следует...